Попробуем разобраться, почему же это одна из групп человекообразных обезьян выходит за рамки общеприродных закономерностей и начинает превращаться в то, во что в конечном итоге мы с вами превратились. А дело в том, что историю начали мы с вами разбирать еще в прошлый раз. Эйпы вышли на ползость. При этом компоновка тела колубо-вытримальная. При этом суммарная площадь нагрева. Вот проекционная зона для солнечной радиации. У длиннорукого и горконогого человека образного. Если вы нормального зверя, такого же размера оставите, нормального улека всегда сильнее разума задней конечности. Вот размер я сохранил. А теперь давайте смотрим, что с площадью воздействия солнечной радиации. И в одном, и в другом. Одна из существенных неприятностей для жизни псования это режим жесткого перегрева в полуденное время. В это время прямое солнечное излучение будет вызывать такую степень перегрева организма, что любое движение чревато отключением нервной системы. У нас же есть температурный предел, за который не имеет права сумматься ни одно млекопитающее. 43 градуса плюс 43. В чем дело? При этой температуре отказывает один из центральных глупок нейронов. Калий-натриевая тайпаза. Нервные клетки просто перестают создавать нервные. А это значит, не проходит сигнал на следующее сокращение сердца, не проходит сигнал на следующих пакетах. Все, ребята, температурная смерть. Поэтому попытка подвигаться, когда она будет слишком жарко, это смертельно опасная попытка. А нагрев у нас идет, полуденный, через вертикально стоящее солнце. Вот две конструкции. Какая из них? Первая или вторая, будет сильнее нагреваться? Вторая. Вторая. В результате эйпы, которые вышли в открытое пространство, получили преимущество перед старыми обитателями салам как раз в полуденное время. Нормальный, что рано-дизверь, полдень завалился, желательно, в тень, и главное, не двигается, чтобы не разогреться. А эти, друзья, им плохо, им жарко, но не смертельно. Почему? Хочет нагрев меньше. Во время таких дневных прогулок нужно ли бояться атаки хищников? Нет. Нет, не нужно. Значит, можно ли успешно охотиться на других обитателей? Можно. Если другой обитатель попробует украть, то он просто через 15-20 метров попадет. Потому что нервная система от перегрева отключится. В результате возникает вот эта группа полуденно-специализированных приматов, которые хорошо закрепляются в саламах. А теперь давайте смотрим, они закрепились. Конкуренция уже между собой у них начнется. Как по-вашему, кто будет побеждать в ходе конкуренции в наземных рейхов? Тот, кто более прямоходящий. Тепова площадь нагрева меньше. Тепова площадь нагрева меньше. Вопрос. Как простейшим образом уменьшить площадь нагрева при такой конструкции? Прошу вас. Стать либо чисто на ноги, либо еще больше. Либо чисто на ноги. Ну, естественно, выпрямиться по вертикали. Ведь Солнце прямо над нами выпрямляет в стоюте короля. И в этом случае перегрева мы, вроде бы, совсем не боимся. Ставьте внимание, насколько уменьшилось площадь нагрева. Хорошо. Все, мы с вами теперь очень надежно осеем салонных. Возникает несколько проблем. Во-первых, теперь в движении участвуют четыре конечности или только одна пара? Одна пара. А это значит, как только возникла выпрямленная группа, дальше пойдет конкуренция за удлинение ноги. Понятно почему? Да. Чем длиннее нога, тем шире шаг. Чем шире шаг, быстрее бег. А способность быстро двигаться. Это существенная или несущественная? Да, просто ключевая. Так что, оказывается, чтобы получить длинные человеческие ноги, сначала надо было иметь короткие ноги и длинные руки. Прямо противоположная конструкция. Хорошо, пошла вот эта конструкция. А дальше начинается горе. Горе горькое. Вот эти ребята еще вполне на уровне горил, шимпанзе, орангов. Принципиально не отличаются. Но дальше начинается вот какая проблема. Давайте с вами сравним две конструкции живых существ. Вот эта классика. Эта конструкция, которая отрабатывалась миллионами лет. Тетра-футы, четверонокие. И вот эта новая конструкция. Мы выпрямились. Прямо здесь всего. Сразу заказ на перестройку некоторых скелетных элементов и некоторых компонентов. Давайте смотрим. Вот классика. Позвоночник располагается перпендикулярно к поверхности или параллельно? Параллельно. Параллельно. В результате вот действие силы тяжести. Значит, вот здесь бурдная клетка. Легкие и сердце поддерживаются в том числе и ребрами. А у млекопитающих есть ли ребра вот здесь, на брюшном участке тела? Нету. А почему? У бредка перептилий ребра везде. Почему млекопитающие лишаются очень хорошей защиты на брюшном участке? Прошу. Разумеется. Живорождение. Матка должна иметь возможность увеличиться по объему примерно в 50 раз. Если у вас здесь жесткая клетка, то о каком зрело живорождении может идти речь? Поэтому на брюшном отделе еще у бредных млекопитающих ребра редукцированы. В результате органы брюшной полости находятся вот здесь без ребра незначительных. Смотрим, в каком положении. Это все утяжести притягивают их вниз. А внизу, вот нижняя стенка брюшной полости, чем образованы? Ребрер там нет. Гамак. Какие мышцы? Разумеется, брюшной пресс. Разумеется, брюшной пресс. В результате это мышечная гамак. А к чему этот мышечный гамак подвешен? А подвешен он вот сюда. А это позвоночник. А теперь поднимайте руки. Кто понимает, какая деталь в автомобиле называется рессора? И зачем нужна рессора? А вы и в технике еще не рубите. Классно. Ну прошу вас, там была все-таки рука. Так, рессор зачем нужна? Можно сказать и распределять. Вот какую нагрузку? Нагрузка на колеса. Но рессора это как пружина. А зачем нужна пружина при подвеске колеса? Почему нельзя просто приварить колесо краник? Для подвески, да? Прошу. Откуда? Ребят, если играть в компьютерную игру, то колесо у вас, конечно, в компьютере будет катиться на экране само по себе. А теперь вы поехали по реальной дороге. Бывают ли идеально гладкие реальные дороги, тем более в России? А теперь у вас колесо приварено кранико. Сидите в этой машине. Вопрос, что с вами? У вас зубы вылетят. Просто. Значит, задача рессора – сглаживать толчки, смягчать толчки. Так? Хорошо. Как встроенный рессор? А вот она как встроенная. Раз точка опора, два точка опора, а в день и как пластина. Значит, я взял вот так, подвесил грузик. И стал в качестве вот так толкать вверх-вниз. А пластина берет, когда я вверх толкаю, прогибается в эту сторону. Так? Она упругая. А теперь я вниз дергаю, а пластина выгибается в эту сторону. В результате грузик сильно отболтается по вертикали. Или остается почти неподвесленным? Почти неподвесленным. Что является главной рессорой в теле любого позвоночника? Позвоночник. Позвоночник. Смотрите, что вы получили. Вот у нас брюшной пресс. Так. Это гамак. И этот гамак привешен к рессоре. При беременности. Беременная матка вот в такое положение занимает теле. Отлично. Скажите, существует ли хоть какой-нибудь вариант нагрузки, при котором беременная самка млекопитающего получила бы какие-нибудь неприятности собственной маткой и собственным полом? Ну, в доброту. Абсолютно невозможно этого добиться. Самка сайгака в тот день, когда она рожает, проходит свои 40 километров, останавливается на 20 минут рожает, через 40 минут детеныш встал на ноги, через полтора часа первый раз поел, а на следующий день он свои 10 километров пройдет, либо погиб. Это на следующий день после рожает. В чем дело? А дело в том, что отлично заамортизированное положение. Не существует нагрузки, которая оказала воздействие прямо на матку. Классно. Встали на две ноги. Теперь у нас позвоночник параллельно к земле, перпендикулярно. Перпендикулярно. Вот органы брюшной полости. Они у нас вот здесь. Согласны? Да. Силы тяжелых притягивают вниз. Согласны? Да. Вот так. Скажите, а в ходе эволюция, вот с этой стороны, оказывается, с этой стороны, хоть какая-нибудь загубочка предусмотрена? Нет. Ну, хоть какая-нибудь пука, кронштейн, гамак, вот с этой стороны. А зачем? Ведь с этой стороны у ксилы никогда не было. А теперь предок взял, встал и развернулся. А с этой стороны ничего не поддерживает полостные органы. В результате показывают, какую красивую внешность мы с вами не должны иметь. вот как-то примерно так. Вот этот мешок с брюшными органами, который свешивается примерно до колен. В чем дело? А снизу топора нет. Конструкция таза совершенно не предназначена к тому, чтобы поддерживать что-либо с этой стороны. Поэтому для того, чтобы воспользоваться преимуществами этого ногу на шоктение, меняется конструкция таза. Две половинки таза, левая, правая, подвздошная, в костю таза становятся, во-первых, укорачиваются, ударяются, а во-вторых, вот такие широкие, кровавые становятся. И сформировали они подставку, полку под органами брюшной полости. В результате никакого прорисания у нас нет. Органы брюшной полости лежат на подвздошных костях таза. Классно, вот такая мышца, и вы можете на ногу создать, руку, даже голову, все мы создали. А теперь вопрос. А беременная матка такое положение займет в этом теме? Вот здесь она висит в гамаке, а гамак подвешен к рессоре. А вот в этой конструкции? Она тоже не подвешает. Правда? Она вот так ляжет на подвздошной кости таза. Потому что именно на этой полке держится. А теперь, а вот в этой линии, по вертикали, от стопы до забедренного сустава. Хоть какая-нибудь пружина, хоть какой-нибудь амортизатор есть? Колено? Колено никакой. Отвратительный амортизатор, сводчатая стопа, очень слабенький. Есть, но действительно стопа там умеет немножко амортизировать. Но это совершенно несравнимо с тем, как умеет амортизировать позвоночник в этом положении. Вот у нас двуногая самка. Что будет, если она на позднем от этой беременности попрыгала на одной ножке? Да, это провокация ротов просто. Она спровоцировала у себя преждевременную рот. И родится еще совершенно незрелое, нежизнеспособное дитёк. Никакие прыжки, упаси бог. Никакой бег, упаси бог. Какие там 40 километров в день? Вы что, шутите? Плюс к этому. Вот эта сумка весит около килограмм-полтора, наверное. Как, пожалуйста, держать ее тяжело? Вот так вот. А какие мышцы тела мне надо надреть, чтобы ее удержать? Очевидно, мышцы пальцев. Это да? Да. Чтобы просто она не вылезла. А еще? Легче? А зачем? Я что, вот так вот шурую? Я бы ее просто держу. Поднимайте руки, у кого уже есть писька. Писька. Про площадь опоры и положение центра тяжести. Что-нибудь слышали? Да. Про то, что такое устойчивое равновесие и неустойчивое равновесие? Я взял в одну руку, взял массивный предмет, полтора килограмма. Что у меня с положением суммарного центра тяжести? Осталось прежним или нет? Вы должны. Сместилось для того, чтобы я не завалился. Что надо сделать? Оставить надо. Надо привести суммарный центр тяжести, его проекцию, в рамках площади опоры. Работой каких мышц я буду это делать? Мускулатура спины. А в качестве противодействующего, флансирующего, какая мускулатура сократится? Мускулатура пышного пресса. В результате, барышня на последних этапах беременности взяла и подняла сумку в 3 килограмма, так, и у нее выкидыш. В чем дело? Прешной пресс сократился, резко поднял давление прешной полностью, что является провокацией выкидыша. В результате, эта конструкция дает массу преимуществ, но она сопряжена с очень большими недостатками, о которых подробнее мы вчера с вами говорили. Но, самое центральное звеночек недостатков в том, что возникают проблемы с беременностью и уроками, резко повышаются риски по внутриутробным травмам младенца, вот если с нормальным приматом сравнивать, так? Всем понятно, что статистика между людьми, нормой патологии, в данном случае ничего не даст. Люди-то все двуногие. Вот для того, чтобы разобраться, какой новый риск возник, с кем надо сравнивать людей? С гориллами. С тетрополами, с нормальными четвероногими существуют. Посмотреть, а как схема работает в своем изначальном варианте. Вот выясняется, что если такое сравнение провести, наша схема чреватая большим процентом патологии. Патологии как раз связаны с беременностью. Внимание! А теперь вспоминаем, что мы говорили про Ка и о стратегах. Смотрите, какая возникла ситуация. Сложность с рождением потомства. Как могут Ка-стратеги скомпенсировать? Сложность с рождением потомства. Громче. Делая более эффективной заботу о потомстве. Другого места нет. Смотрите, в рождь мы исчерпали все возможности уже. Как дополнительно повысить эффективность заботы о потомстве. Так сделать более эффективную социальную организацию. К чему это приводит? А это приводит вот к какой-то причине. На самом деле, для того, чтобы поддерживать любые сообщества, члены должны уметь обмениваться сигналами, которые понятны для всех. Как называются такие сигналы? Коммуникация. Система таких сигналов называется речь. Значит, впервые нечеловеческий вариант речи, когда был расшифрован и прочим. А даже еще не слышали про это. Полвека назад Деприш расшифровал язык пчелок. За что в свое время получил множество премий. Это первый из расшифрованных языков. Сейчас вполне расшифровано, там я не знаю, пять десятков языков самых разных живых существ. Самых разных живых. Причем с возможностью обмениваться сигналами вполне себе. У обезьяны, разумеется, есть своя коммуникационная система. Теперь нам надо, чтобы защитить детенышей, усложнять и делать более эффективно социальную структуру. Как это должно сказаться на языке? Еще более раз это язык. Так? Теперь смотрим. Требуется социальная структура, требуется язык. И то и другое. Можно ли перевести на врожденную основу? То есть просто генетические передажи? Нельзя. Нельзя. А для того, чтобы удерживать такую базовую информацию, совершенно необходимо какое изменение головного мозга. Да не больше, а эффективнее работают. Это понятно? Поднимаете руки, кто считает, что усложнение головного мозга дает преимущество живым существам? Вот произошел мутант с отлично работающим, сложно устроенным головным мозгом. Кто считает, что это даст ему преимущество? Ну, во всяком случае, честно. Ребята, мы проиграем. Мы с вами модель, такой бизнес-модель с торговыми палатками. Разбирали ли это? Да. А, разбираем. Значит, если поведенческие задачи у данного вида выше определенного уровня сложности не поднимаются, то нужно ему усложненный мозг или не нужно? Нет. Не нужно. А ведь дело в том, что усложненный мозг, сколько потребует резервов под организмом? Это самая требовательная ткань. В результате такой организм проиграет, потому что начал не с того конца. Не с усложнения поведения, а с усложнения расчетного центра. Ну, грубо говоря, решение простейших задач, купили суперкомпьютеры и наняли лучших программников. А задачи простейших можно вообще на мобильнике, на коленке посчитать. А мы вложили все свои средства в гигантское программное обеспечение, которое в данном случае не будет. Стратегия проигрышна. А вот в этом случае возникает как раз заказ. Ребят, усложняйте поведение. А без усложнения поведения детеныши выживать не будут. Ведь заглохнет. Вот теперь понятно, по какой причине именно у этой группы начинается прогрессивное развитие главного мозга. Он развит ровно настолько, чтобы нормально решать их биологические задачи в рамках средней сложности социального группирования. И второе основание. В прошлый раз я вам показывал видео, где был такой фрагмент, как шимпанзе используют орудия. Что они камнями орехи колют, из веточек делают губочки для того, чтобы удить термитов, из листьев делают губки для того, чтобы доставать воду. Три года назад было совершенно фантастическое открытие совершено. Причем этим занимаются самки шимпанзе. Они делают такие короткие копья, обрывая ветки и заостряя, зубами заостряя, пальцами щепки снимая. И после этого проверяют губла на своей территории. Они просто вот так вот. В гублах, соответственно, таким копьем колют. Дело в том, что в гублах проводят день ночные мелкие полуобезьяны лори, которые обитают в обитке. Значит, и в результате самку ударил копьяцом, вынул, посмотрел, укрой. И она тогда, если копьяцом, будет пользоваться как вилкой для того, чтобы выковырять лори на улицу и использовать его в качестве обеда. То, что шимпанзе вполне себе охотится. Причем охотится список видов, на которые они охотятся, достаточно широко. В том числе он включает и других приманок. То есть орудия обезьяны используют. Мало того, что используют, они их еще и изготавливают. Но, как поважено, для решения основные свои биологические задачи для успешного размножения. Так, шимпанзе делает ставку на орудия или все-таки на нормальные органы своего организма? Органы. Конечно, нормальные органы. А вот теперь одна справочка небольшая. Дело в том, что нельзя составить врожденную программу на изготовление и использование орудий. Так, одно простое причинение. Вы не найдете двух одинаковых веток на планете, двух одинаковых камней на планете. Так, этому можно будет учиться. Хорошо. Но, если ставка делается на орудия, мы получаем дивную возможность. Дело в том, что скорость возможного изменения организма, перестраивания органов, биологическая эволюция, примерно в сотню раз меньше, чем возможная скорость ультурной эволюции. Изготовление и использование орудий, на котором, собственно, и вышли из вот этой проблемы с деторождением. Дело в том, что получили возможность с использованием орудия добавить такое количество пищевых ресурсов, которое обеспечивало бы повышение вероятности выживания уже родившихся. Мы с вами говорим, что вообще-то нормальная смертность у кастротегов – один выживающий на десять. Так? Это нормальная смертность. Если один на десяток выживает, вид существует. Но поскольку ставить на две ноги, ситуация ухудшилась. Один выживает на два. Мало при том, что рожаем только одного-одного захопа. Поэтому жизнь каждого важна необычайно. За счет чего происходит обратное возвращение и даже один к пяти. То есть, смотрите, вдвое выше, чем в нормальном звере. Хорошо. А почему один из десяти выживал? Куда девять девался? А в первую очередь, еды не хватало. Еды не хватало. Еда – это не то, что зарождается в универсальном. Еда – это немножко другое на нашей планете. Так? И ситуация, когда еды хватает, это ситуация исключительно редкая. Значит, хорошо, почему вот эта конструкция получает гигантский бонус? Вдвое больше детенышей выживают. Орудийное использование. Использование орудий, которое позволяет меняться, приспосабливаясь к окружающей среде, в разы быстрее, чем если бы у нас шла просто биологическая эволюция за счет изменения органов тела.